так ну вот отсюда их уже видно во всяком случае видно что это сапли очень хорошо наблюдают целую стаю цапель и пересчитал их тому штук 10 это минимум минимум но птицы все осторожны мы шли вдоль этого залива и они все переместились туда и получается что нам нужно как бы мы не кружили птицы все равно про от нас вы уходили поэтому единственная возможность их заснять близко это сесть в засаду в общем друзья сегодня мы изучаем природу живую природу нашего края у нас опять bird watching на повестке дня мы выдвинулись на остров куц и вот сейчас наблюдаем вот эти вот болотистые низины где недавно наш друг николай романович сфотографировал настоящего живого пеликана это большая редкость для наших краев и вот сейчас у нас получит появилась такая возможность и жгучее желание тоже сделать пару кадров этих очень редких очень красивых птиц для этого нам придется запустить терпение нам все птицы интересны но пеликан цель номер один поэтому засаду теперь будем передвигаться тихо и очень аккуратно сейчас находимся на интересной географической точке можно здесь чуть чуть громче говорить потому что птицы вдалеке это самая южная точка приднестровья южный полюс южный полюс как николай говорит если посмотреть на карту если вам будет видно да то есть мы проехали не заверт днестровск не завертайловку и спустились самый 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 юг где уже река турунчук и в нее впадает канал который на картах обозначен как кучурган риве самый юг мы были на самом севере это какая точка у нас там была где мы там путешествовали дружка дружка живой враг было веселое приключение помню ну и сегодня будет не менее веселое приключение здесь надо какой-то столбик поставить для чтобы вот юг да все прям вот мыс этот и мы на самом самом юге южный полюс приднестровья что будем дальше делать дальше идем в доме вдоль болота и снимаем пеликанов ищем надеюсь что с ним идемте уже не дико дальше уже тише идем тогда по моему мы приехали приплыли приплыли точнее да все тут дорога заканчивается на всплывать сегодня нет мне тоже ищем брок ну тут без вариантов возвращаться как бы обратно еще километров 5 а вот там бревно приходится он начнется по бревну сначала женя у тебя сажение бревнов нет вот я не жалко ну выхода нет были очень сильные дожди и затопило очень конкретно все и вода во все стороны текет что называется и бревно твои парни не нравится мне эта идея а мне нравится будет просто тип ток нет искупаться это не страшно а вот куча техники которую мы с собой набрали вот она я знаю очень плохо плавает на всякий случай упаковываем технику не сильно она ее спасет если рюкзак рухнет в воду но хотя секунду у меня будет на то чтобы его резко выдернуть на джентльмены какие предположения по поводу вот этой переправы не сломай ее бревно выглядит монолитно но если на нем поскользнуться дальше можно не рассказывать евгений как самый смелый пошел первый просто у него рюкзаке нет ни одного фотоаппарата это оказывается не единственная сложность и трудность которая нас ждет там на том берегу уже коровы которые игнорят воду каналы трудности и просто идут как танки но проблема в том что не распугать всех наших птиц к сожалению ладно сейчас донеры ты врачи и вот здесь самое-самое опасно здесь бревно было в воде долго но скользкая грязная ну что следующий вот тут в конце скользкая а так все остальное хорошо николай не хворай присоединяйтесь у николая своя метода палка ой коля я бы и не доверял мы еще раз убедились что николай хитрый жук даже обувь у всех практически чистая торжественно вручаю тебе свой рабочий инструмент продолжаем трудные наши тяжкие но только одна проблема кажется нам разогнали всю ничь до глазку так парни все хорошо с одной стороны отсюда великолепно просматривается вот огромная территория с другой стороны нас тоже видно как на ладони мы такие маленькие незаметные четверо мужиков с аппаратурой ничего сейчас мы из травы и веток сделаем хорошее убежище укрытие укрытие нас более менее будет скрывать вот эти вот веточки трава короче мы маскироваться короче мы сейчас будем спрятаться вот и они как раз может и подлечать так все парни запрячемся я так понимаю тут есть какая-то методика да ну вот смотри вот вот по круг прямо по кругу чтобы нас со всех сторон они оттуда могут подлетать я буду носить дрова да вот от их лучше правильно выкладывай потому что я все-таки опыта побольше и нам тут еще для обзора все-таки чтобы оставалось и птиц кстати снимать желательно именно с уровня низкого чтобы они смотрелись лучше меня видно практически нет а так вообще не видит вот и работает оля вот и где какой классный какой красивый пеликан вот и молодец дело в том что здесь местность очень болотистая вот мы сейчас ходим по траве а там буквально все мокрое даже чавкает под ногами поэтому мы сейчас решили еще и накидать веток сделать такой импровизированный настил а это будет очень забавно почувствовать себя вот так вот в роли наблюдателя за дикой природой мы сейчас сидим фактически как разведчики спрятавшись среди импровизированных вот каких-то укрытий среди кустов среди зарослей а там вдалеке плещутся в воде лебеди и цапли правда не очень далеко и к нам по-прежнему все-таки не подходят а плюс еще и сорвался ветер и вот николай говорит что ну при таких погодных условиях сложновато будет увидеть много живности и ветер все крепчает ветер становится все сильнее хорошо что у нас камеры на штативах и начну верно уже посносило бы сложновато сейчас будет что-то снять но я уверен что мы все равно еще что-то увидим сегодня увы мощные порывы ветра хоть и не охладили нашу решимость зато разогнали всю дичь в обозримом пространстве поэтому нам пришлось отложить однодневную экспедицию на менее ветреный день и спустя двое суток мы снова направились на остров куц в поисках пеликанов день 2 мы дождались уже относительно безветренной погоды и опять рано утром на рассвете снова выбрались на остров куц нас уже приветствуют трелями местные птицы и сейчас наша задача еще состоит не только с дальнейшим знакомством с пернатым миром но еще мы должны сделать одно благородное дело выпустить на свободу аиста который долго долго ждал этого момента уже вырывается пусть и коробку по ног чувствую чувствую ему не терпится еще 10 минуточек на кое место и сразу самое главное при выпуске птица особенно с таким хорошим красивым большим клювом предохранить себя того чтобы он не клюнул куда-то в область глаз потому что да то есть мы сразу взяли его за клюв удерживаем ну давай гоша наша съемка на острове куц добавилась еще вот таким неожиданным элементом всю зиму в террасполе выхаживали маленького аиста и вот по весне пришло время его выпустить и вот уже аист осмелевший повзрослевший расхаживает по болотам острова куц в поисках пропитания он осматривает пространство он совсем скоро станет взрослым и начнет строить свою настоящую самостоятельную жизнь имя гоша и самое интересно что на лапе у него есть кольцо и орнитологи со временем смогут отслеживать историю этого аиста чтобы последить до куда он полетит где он окажется со временем мы будем надеяться что у него все будет хорошо он уже делает первые такие смелые уверенные шаги по болотистой местности и я думаю что у него все получится мы будем держать за него кулачки сейчас вода немножко упала здесь вот нашли более подходящее место поближе к воде заросли надо будет вставать я думаю мы штуку таки снимем сейчас мы зайдем туда вот немножко вот тут как мысик такой образуется и в конце этого мыса сядем я думаю в любом случае в водноболотную дичь какую-то красивую обнаружим он поближе к воде на поближе к воде я прям вот на самый на самый край лесочек готовое место для наблюдений нас не видно оттуда сверху прикрывает немножко немножко я думаю сегодня мы сделаем хорошее кадр слушай тут берлога такая получается повезло нам вообще с этим местным здесь жить можно так разберем делаем с пудок и все спим и видим сны про кудрявых пеликанов супер место я называю это дендрофикальный метод в строительстве из подручного материала и веток друзья мои теперь когда вот что-то будет вот так вот делаться как николай сказал из подручного материала это оказывается не то что мы привыкли называть а дендрофикальный метод по моему это прекрасно новые новые неологизм да так слушай ну тут прямо уже получается шикарный складок и нас защищается всех сторон и единственное что немножко высоко . с а мы штативы поднимем так давай тогда устанавливаем камеры и пора уже прятаться я так понимаю с минуты на минуту полетят налетят хотелось бы ты прям все должен записывать обязательно как говорит мой куратор друг и наставник самый тупой карандаш лучше самой острой памяти потому что все это забывается записи которые мы ведем в полевом дневнике они все-таки будут использоваться в дальнейшем для составления и отчета составления различных научных статей и в том числе некоторые записи могут лечь в основу описание видов красной книги следующего издания то есть нас красная книга издается раз в 10 лет и у нас уже получается в 2030 году будет следующее издание и надо собирать ему материал как мы же с получается вносим свою лепту в составление красной книги конечно кстати по поводу когда идет подготовка красной книги отмечаются не только авторы и консультанты которые участвуют красной книги но и те люди и организации которые помогают в составлении красной книги в том числе 2020 году когда вышла красная книга уже два кадра там зарисовались как помощники глядишь нас еще по телевизору покажут так ну анголь ты составляй я у меня по расписанию завтра я поделюсь в том счет да еще сел через весна вы не представляете николай как меня это радует а у птичек между прочим завтрак по расписанию смотри что нашел это конечно не чебис прекрасно но тоже немного скрасит ваши орнитологические будни сейчас мы их заманим на запах а Те звуки природы так убаюкивают? Или потому что я проснулся в 4 утра? Или потому что это все так гармонично, кстати. Знаешь, я вспомнил, вот это приложение BirdNet. Посмотрим, кто тут у нас сейчас рычит в кустах. Я слышал, лягушки там клапают. Лягушек-то я тоже слышу. Хорошо запела, тихо. Свиристель. Юра! К орудию! Опа-па-па-па! Вот они пошли. Это оно? У меня камера выключилась. Да зараза же. Ага, вот они, вот они. Не мешают. Подожди. Ладно, я думал, уже не до камуфляжа. Все, улетели. Ну, были. Как ты говорил, главное это терпение? Главное терпение. Ну, пару кадров есть. Ну, так у нас же программа как называется? Два кадра. Все, нам больше не надо. Ну, уже было ради чего вставать в такую раннюю и ехать в такую дальнюю. Ну, так вот. По поводу приложения. Я сейчас все-таки посмотрю, кто что все-таки пищит у нас в кустах. Так убаюкивающе. Может вернется еще? Ну, вот когда вернуться, ты меня позови. Ого. Коля, у нас водится обыкновенный гоголь? Водится, но странно, что я его в бинокль не наблюдал. Может голос? А вот микрофон его поймал. Это очень редкая птица, очень редко у нас. Как бы на миграциях, на качевках она бывает и вполне возможно, что и сейчас он залетел. Ну, какой красивый. Ну, это красная книга Приднестровья. Да. Хи-хи-хи. Ну, это не самая лучшая фотография Гоголя. У меня есть лучшая. Да. Я даже не сомневаюсь. Так себе фотография тогда. Юр, там аисты, видать, нашли старую сеть рыболовную. А, я-то думал, откуда они рыбу дергают там. Да, 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 вот видно, что они, скорее всего, поднимают рыбу именно из сети. Кстати, вот такие вот старые сети нужно выбирать, потому что потом в них запутываются черепахи, птицы. И тем самым мы поможем как бы местной фауне, если заберем старую сеть и... Так это, идем тогда, нейтрализуем ее. Потому что, если это заказник, то эта сеть, скорее всего, не рыбацкая, а браконьерская. Это не заказник, но в любом случае в таких местах надо ликвидировать такие вот именно человеческие факторы. Опять кто-то полетел. Это кто? Утки. Чирки. Чирки, да. Редкие? Ну, вполне обычные. Кусаются? Ну... Идем. Вот это называется браконьерство. Кто-то поставил сеть, когда здесь была высокая вода. А сейчас это, собственно, не орудие лова, а просто мусор. Если вы найдете такую же сеть в воде, естественно, нужно обратиться в органы, которые контролируют все эти вещи, то есть в инспекцию. А сейчас мы просто убираем мусор. Потому что такие сети лесочные, они очень опасны для всех видов птиц. Насколько погибшей рыбы, ее никто не берет, просто она тут тухнет. А дохлой рыбой все эти птицы не питаются? Дохлой рыбой питаются, конечно, птицы, но... Поставим ее здесь на берегу, может расклюют вороны. То есть вода упала, рыба зашла. Как бы особо не поврежденная, мы ее выпускаем. Вот эта вся рыба погибла из-за того, что кто-то просто бросил тут сеть. Дорогой дневник, сегодня я видел веретенник 10 штук. Свиясь. Большая белая цапля. Подожди, если это последние записи, то это сегодня происходило, правильно? Ну да. Ну давайте огласим весь список. Веретенник 10, это рубли. Свиясь 7, ББЦ. Большая белая цапля. А, я думал болезнь какая-то. Озерная чайка. Озерная чайка. Ходулочник. Как это он выдумывает. Лебеди шипуны. Лебеди шипуны. Чибис. Чибис. Фифи. 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 Это что-то французское. Кряква. Кряква. Это мы видели. Чирок, баклан, серебряная чайка. Чирок, трескунок. Это важно. Они разные. Большой баклан. Ага. 6,2. 6,2. Они не полноценные были? 6,2. 7,5. Серебряная чайка. Серый гусь. Широконоска. Турухтан. Гоголь. Гоголь, да. Гоголь заходил. Да. Вот так вот, друзья. Всего лишь за один день здесь, на острове Куц, мы увидели огромное количество живностей. А кое-кого даже просто услышали. Ну и заодно убедились в том, что животный мир вокруг нас не только многообразен, но и при этом достаточно хрупокое человеческое вмешательство зачастую может быть для него очень-очень пагубным. Поэтому давайте беречь природу. Ну а мы вам еще не раз покажем, насколько красив мир вокруг. Ну и понятно, почему остров Куц выделили в особую охраняемую территорию, потому что только на этом маленьком болотистом пяточке проживает очень много видов и краснокнижных птиц, и различных животных. Мы даже видели, там кто-то в воде нырял из нелетающих. Возможно, это было выдрано, но еще точно. Да, мы еще доберемся до них. А вы любите природу, рассказывайте об этом вашим детям. И до новых встреч. Пока. Пока.